здравствуйте с вами правки ктв и я татьяна шилипова сегодня с вами мы будем заниматься вышивкой клевера для работы нам понадобится три цвета ленты то есть вот такие переходные тона от бордового к бледно-розовому и зелень зелень более узкая 0,6 более широкая 1,2 начинаем с бледно-розовой одеваем иголочку и делаем закрепочку на конце сворачиваем два раза по пол сантиметра по центру прокалываем и протаскиваем ленту и еще мы с вами закрепимся на наверху вот тут иголочку закрепим сделаем прокол иголка где-то сантиметра полтора два вот так отступили от края делаем прокол до самого низа иголки и дергаем за длинный вот этот хвостик все иголочка закрепилась есть возможность ее бросить если что-то такое советую вам нарисовать хотя бы примерно такой контур вашего будущего цветка да так как-то легче ориентироваться начинать мы будем с верхнего самого бледного цвета то есть верхнего вот этого контура то есть грубо говоря наш клевер делится на три части сверху пойдут светлый цвет промежуточной более темный розовый и внизу бордовый начинаем выходим это тут с краешку и закручиваем ленту совсем в такую вот трубочку то есть создаем вот такие вот лепесточки клевера да они такие как трубочки и по своему контуру как вы нарисовали начинаем выкладывать вот эти трубочки на небольшом расстоянии друг от друга длина стежка может быть разная то есть как бы особо тут акцент не делаем потому что у нас все равно все с вами будет закрыто следующим цветом сейчас повторяем контур нашего клевера небольшие промежутки между ними потому что нам с вами нужно будет еще следующие цвета встали составляем для них небольшое место первый цвет закончили первый как бы ярус делаем следующий такой потемнее розовый все то же самое закрепляем иголочку с одного края делаем закрепочку с другого так и по тому же принципу выходим чуть ниже закручиваем ленточку начинаем делать такие же стежочки уже где-то вот в промежутках у твоих на разной высоте смотрелось более живо больше всего конечно у нас будет бордового цвета то есть эти промежуточные так немного так промежуточный цвет бордовый что цветок вышивается достаточно быстро смешно такого особо ничего нет точно так же начинаем где-то снизу выхода закручиваем и уже немножко ниже двигаемся вот этого промежуточного розового цвета так вот тут внедряемся аккуратненько между таким поярче розовым бордовый цвет мы будем укладывать в два яруса ну может быть даже в 3 то есть смотря какой вы размер забыли своему цветочку надо стараться не проколоть предыдущие вот эти стежочки и теперь нижний ярус мы как бы заполняем вот нижнюю часть нашей клевера оформляем тоже уже где-то сюда вот в промежутке уже между бордовым и ярко-розовым здесь стараемся плотнее если промежуток остается то добавляем еще один стежок чтобы низ цветка был такой достаточно плотненький двигаться можно так снизу вверх сверху вниз как бы шахматном порядке чтобы внизу было только ой да и на изнаночной стороне было только протяжка небольшая тем самым экономим себе ленту стараемся не протыкать предыдущие стежочки между ними из и полную дырочку. Вот такой получился клевер и нам останется только сделки зелени, то есть из узкой ленточки мы сделаем стебелек и из более широкой сделаем листочек, такой трелесник, как у клевера. Так, стебелек выходим где-то по ниже немножко, также закручиваем ленточку, трубочку в такую, подводим ее к нашему цветочку. Можно сделать, раскрутить как мы сейчас ленту, сделать такой чашелистник, добавить сюда листочков. Какую-то такую форму придать. Так, с другой стороны. Так, с другой стороны. Так, чашелистник готов. Теперь нам останется только лист сделать нашего клевера. Одеваем более широкую ленту 1,2. Тоже закручиваем, чтобы нам легче было работать. здесь мы сантиметр загибаем на себя, также по центру прокалываем, протаскиваем. Так, три листник, да, то есть нам нужно создать такие широкие как бы листочки. Поэтому будем в два приема листочек выполнять. С двух половинок как бы складывать. Так, уложили один. Теперь выходим рядышком. Вот так внахлёст как бы, да, укладываем второй стежок, чтобы он создавал нам как бы один такой-то листочек. Вот так вот объемненький. Раз. Раз. Главное хорошо развернуть на лицевую сторону, чтобы лента не крутилась. Режала ровно. Входим рядышком. Входим рядышком. Разворачиваем на лицевую сторону и также внахлёст укладываем второй стежок. И сюда сейчас третий стежок. Разворачиваем. Разворачиваем, sacнисья. Вот, ну, в принципе, сюда еще можно сделать коротенький такой вот стебелечек, как бы вот основание нашего трелестника при желании.